Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш тренинг у мануального массажа. И сейчас мы рассмотрим приемы работы с шеей, ромкировка позвонков в позиции сидя. Сажаем пациента, ну, можно на стуле посадить, можно на столе, да, поближе к себе, подозвинись так, чтобы коленки не держатся плотно. Повернули голову вперед. С этой стороны мы можем прощупать, ну, по сути, чтобы было видно, давайте я посажу. Для некоторых приемов нужно будет сажать человека, как на коня, на торец. Поэтому давай сразу пересядем так. Не, одна, сюда, сюда, ко мне спирами. Да, все, 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 уходит. Да. В этой позе, когда включить мышка, функция, да, не напряжем, не напряжем, не напряжем, вот так, вот, расслабить, вот, в стиле. Ну, кого-то, сколько опускается. В этой позе мы сможем прощупать позвонки, да, где какой повернут, ротирован, сдвинут, расслабшим. А здесь боковые фасеточные суставы тоже можно прощупать. Если они напряжены, дополнительно их расслабляем, ну, массажными методами. Поэтому сейчас не будут устанавливаться. Для теста можно проверить фасеточные суставы. Это вот на поперечных отростках, вот здесь, вот эти суставы, находится. Проверить их на то, на сколько они болят. Для этого разворачиваем голову, ротируем по 45 градусов. Чуть-чуть наклоняем на себя и сверху сжимаем их, спрессовываем. Нет боли, да, с этой стороны? Нет боли, да? Ну, это все нормально в данном случае. Вот. И теперь, за счет поворота головы, мы будем в них давить вот этой костяшки пальца. Уперевшись в косточку ее плеча, в крымлярный отросток. Если не получается, в плечо, да, можно в шею. И, соответственно, вот раскачиваем, раскачиваем шею, голову, череп. Надо показать человеку, что, нет, сама качаешься, не качай ничего. Надо показать, что все расслаблено, голова висит сама по себе. Пустая костюмка, вот. Мысли не нужны, думаем, какие не нужны, сопротивляться не надо. Чтобы человек был более надежно закреплен, лучше прикосить его спину к себе, к своему животу. Верхний позвонок. Далее так ниже, 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 ниже. Принципиально сверху вниз или вниз? Не принципиально. Теперь, смотрите, если вот так не получается, то есть тут мы делаем прямой наклон головы, да, 90 градусов к плечу. Сама не делает, сама ничего не делает. Мне предупрежать человека, чтобы он вам не помогал, не сопротивлялся, вообще ничего не делал. Просто сидел, бездумно говорался, все не болталось. В некоторых случаях приходится дополнительно человека расслаблять, растягиваю ему голову. Во все стороны, разминая, растягиваю. Если нужно, вот он, у него так не получается, да, тогда с небольшой ротацией вперед, вот так вот. Раскрутили, еще раз расслабься, распрутили и вперед. Можно использовать, в принципе, и само предплечье. Тут будет гораздо мягче, по нему голова вот катается, катается. Нашли угол сопротивления, вернее не сопротивления, а качание, нет качания. То есть тут мы упираемся, получается, позвонком в руку наше, да, между косточками, лучевыми. В лучевую, вернее, косточку, да. А удары не получится сделать за верхнюю часть черепа, тогда переносим руку ниже, снизу. И натягиваем, получается, там будет всю шею, мы натягиваем на свою руку. Нацист-свиндер. Нацист-свиндер. Я не вижу, остаться. Натягиваем. Вот так вот натягиваем. Теперь, если нас интересуют позвонки ниже, да, тут можно дойти под... ТАЖ-3, ТАЖ-4 позвонков, да, ну, и тогда руку упираем прямую, как стрела. Вот это, это же косточка опять. Не сгибаем, не так, не так, не так, не угибаем, куда прямом. Выйти подзвонки, грудные подзвонки через трапецию. Там, через трапецию. Раскачали ее, раскачали. Еще, еще раз, раскачали. И провозим трапцию. Очень было, да? Ну, не страшно же? Нет. Ты боялась. Вот. И, соответственно, если нас интересует переход С-7, Д-1, да, вот он, например, ротирован на позвонки сюда, ну, в правом данном случае, да, то мы можем вникнуть опереться, и конкретно с поворотом с большим. Большую пальцем. Вот этими пальцами перси. Большим пальцем можно опереться, но если у вас хватит силы. Большим пальцем. С этими позвонками можно даже легко проработать их с такой легкой мануальной манипуляцией. Когда мы в них упираемся, очень хорошо мануальная манипуляция сочетается с пиром. Смотри, развернули голову вот так подсорить, подбираться, да? Я буду давить тебе на голову, постараться отвернуться ее больше. Ты сопротивляйся, стараться вернуться ее назад. Расслабились. Делаем это на вдохе. Еще раз вдох. Выдохнули, расслабились. После каждого приема примерно надо 6-7 секунд дождать. И еще раз под побольше угол. И еще раз. Расслабились. Еще повыше угол. И еще раз. Расслабились. Все, теперь ты ничего не делаешь. И теперь за счет того, что мы упираемся в позвонок, да? И просто его угол поворачиваем сюда несколько раз. Позвонок уже мягко-мягко может сам встать на место. Ну, что было видно так же. Так, ему шлость повыше. Позвонок уже снизу. С боков. У него только есть боковые отростки. Вращением, кручением, наклонами, покачиваниями. Вот мы его прощупали. Вот, смотрите, что было видно. Вот прямо вот это самая выкрающая косточка, да? Вот его боковой отросток находится. Только тут находится ушная раковина, да? По духам не давить, и там, где куза находится. И же там кушают, да? Вот тут мы сбоку и нащупываем. Чтобы до него добраться, опять растягиваем мышцы достаточно медленно. Нападь голову вперед. Теперь вращаем головой по кругу на целую минуту. С напряжением помогаем пациенту напрячь нужные мышцы. По кругу мягко обходим, делая полный оборот. В данном случае по часовой стрелке. Ну, и так же, это я еще даже быстро показываю, и так же против часовой стрелки. И теперь поработаем с атлантом. Чтобы вам было видно, перейдем кинуем на ту сторону. Движем все, 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 все. Чтобы вам было видно, да? Дополнительно растягиваем фасеточные суставы и череп. Таким образом, что упираемся в плечи. А здесь, вот в эти косточки черепа, которые я вам показывал, да? Для этого наклонили голову на себя. Отпусти, отпусти череп. Вот. И такое вот легкое вытяжение. Тракция вверх. Можно наклонить на себя человека. Тракцию сделать. Расслабься, расслабься. Нападай, пари на меня. Упала. Так, размять ее. Дополнительно вот так вот зашивер. Возвращаемся. И ставим атлант. Ну, есть много способов наложения рук. Можем взяться за челюсть. Вот так вот. Сбоку, да? Под головой лежит. Спокойно, походится на руке. Соответственно, он будет виднее. А этой рукой упираемся в череп снизу. И так вот приподнимаем его вверх. Чтобы был подъем, то есть нам нужно, по сути, череп наклонить, приподнять и повернуть. Но это происходит одинаково. Одновременно. И потом он ставится на место. То есть нам надо череп чуть-чуть поднять, повернуть и поставить. Как видно? Ну, и прайку какая? Ну, практически, да. То есть, поднять, повернуть и поставить. Для этого вот я упираюсь рукой в плечо. Входи голову на руку. Мне в смысле сложен. Вот туда. Раскатали, расшатали. И после этого ставим. Не у тебя щелкнули, ты меня себе отправил. Второй способ. Мы берем мягко за челюсть. Еще еще расслабь. 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 Вот туда. Почувствовали момент качания. Помните, про который я вам говорил, да? Вот такое вы должны чувствовать, что череп отдельно болтается. И после этого поставили его вот так. Можно сделать еще жестче, если... Не бойся, ты. Я только показываю. Не будет. Я только демонстрировал. Слова так. Жестче в том плане, у кого зажаты как раз вот мышцы с принциповой стороны. Да, вот с этой стороны. А нам нужно поставить вот сюда. Вот сюда череп повернуть, да? Тогда мы захватываем за череп, тянем на себя. Дополнится подслуживание, как-то подслуживание дает. Вот тракция. Потом расшатали. И вверх. Да. Ну, удобнее делать на стуле, на самом деле, когда человек пониже. Росты все люди разный. Смотрите, кому-то удобно, да? На крейт. На массажном столе, да? Кому-то на стуле. Теперь. Так, чтобы было видно, да? Пересядем на 5 сюда ногу. И чуть поближе. Попадать, подождите. Не, подождите. Вот так взять. Теперь, вот, как поставить позвонки, которые, ну, при сколивозе, например, да? Ушли влево, либо вправо. Вверхно-грудные. Первый способ. Кладем руки на замок, на шею, на шею, на шею. Подбородком касаемся включиться. А ниже голову вот так вот, да? Вот. И будем упираться в этот позвонок с боку от него. Ну, допустим, сейчас он ушел вправо, да? Значит, упираемся вправо. Упираемся коленом. Один из способов. Ну, соответственно, можно справа, слева. А выше, пониже. Поднять ногу. Ну, то есть, прицелили сначала, да? Теперь захватили ее за шею. К шею. Руку, вот и все. Ну, так. Ну, не напрягайся, расслабься. Расслабься. Поставили и на себя. Распущали, распущали, и на себя. Оставили. Если у вас не хватает колена, ну, здесь вот там неудобно поднять, да? То, в принципе, можно упереться в эту же точку, только не расистый отрусский, да? В двух от них. Упереться своим черепом. Еще раз. Нет, сама не напрягайся. Вот, расслабляйся, да. Расслабили, растянулись. И на себя натягиваем. Ух, отдыхай. Так, теперь на растяжение. Тракция позвонков шейных, да? Возвращаем руки обратно на шею. Если мы хотим шейно-грудной переход, да, и пониже. Верхние грудные позвонки. Еще ниже, еще ниже. Тогда захватываем руками. Ну, во-первых, нужно посадить так человека, чтобы он подбородок касался ключицы, да? Локти желательно как можно ближе, но не приближены. Локти расслаблены. Хватаемся руками пониже ее. Рук. Вот тут. Откачу, падай на меня. Тянем, тянем. И потом вкратце. Вот было, да? У кого-то, у кого позволяет просветный рук, да, может положить свои руки еще ниже, вот так вот. Прямо эти позвонки. Нижние уже. Вот, да. Вот, да. Вот, я положил свои руки еще ниже. Я прям вот их и выдергиваю. На верхнем позвонки шейные действуем так. Перекладываем руки повыше на основании черепа. Большими пальцами теперь, то есть ее большие пальцы сначала были вместе, да? Теперь мы под черепом раскрываются и обхватываем череп дополнительно. Они обхватываем череп. Руки раскрываем, локти раскрываем и накладываем теперь свои руки поверх ее рук. Только не в замок, а раскрывшись. Тянем на себя. Расслабься, расслабься. Поддерживаем вверх, да. Тут такое движение, движение ее тела должно быть такой немножко качающийся, вот такое. То есть, не просто вверх, а вот такое. Чего-то, 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 сможет. Так, и рассмотрим теперь повороты в борьбе со сколиозом, который нам помогает. Для этого берем руку. Одно-одно, слабым кладем сюда, захватываем плечо. Вторая руководная нам нужна. И за счет, ну, компас, на камеру не видно. Давай поменяем, видите, наверное, же не так. За счет поворота корпуса, да. Она сидит достаточно плотно, да. Мы упираемся в ребра, в противоположные ребра. То есть, если сколиоз на слева сторон, да, в эту сторону пошел, то, соответственно, мы вытягиваем его в противоположную сторону. Угу. Вот. Первый способ. Второй способ. Клади голову сюда. Пассаживайся ко мне поближе. Если, да, у вас человек сидит, например, в одну сторону, да, или на стуле, то, в принципе, там можно дополнительно держать свои, свои ногой. Вот так вот, да, чтобы он не сполз. Поверю голову сюда, на бок. Второй способ. Мы ее качаем, все. Вот так. Раскачиваем, раскачиваем. Ловим момент преднапряжения вот здесь, да, и теперь упираемся в сам позвоночник. Ну, я подмастерил с одной стороны. Сейчас мы это все будем отрабатывать на практике. Ну, не страшно же, да, все, все нормально. Вот, многие боялись. Вот. А вы лучше приходите к нам на тренинги, смотреть видео практически бесполезно, вы там ничего не научитесь, тем более многие нюансы просто не попадают на камеру. Мы это все уже на практике понимаем, да, и вы с готовыми навыками уйдете от нас специалистами. Ну, а пока не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик сверху, если вы находитесь в Ютубе. Если вы нас смотрите в Ютубе. С вами был Олег Аллафгудвин. До новых встреч.